Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня у нас будет самый краткий выпуск Кухни Инфодайинга, потому что работа в течение этой недели была текущая, с детьми, по консультациям, и в основном эту работу вы даже видели, то есть открытые консультации вы видели, то, что мы там переписываемся, и там какие-то вещи мы выкладывали в открытый доступ, в открытом доступе мы задавали вам вопросы, ответы, и вы, в принципе, представляете, как ведется работа, и что она ведется регулярно. Мы сегодня сконцентрируем внимание действительно на новостях, на то, что у нас новенького появилось. А новенького у нас, если глобально брать, то формат открытых консультаций нам дает очень большой объем информации по конкретным болезням у взрослых людей. И вы знаете, нам со взрослыми нравится работать больше, чем с родителями детей. То есть, если мы вначале это дело отвергали и считали бесперспективным, то сейчас вот так оно все развернулось. Получается наоборот. Работа со взрослыми, ты напрямую общаешься с человеком, имеешь обратную связь, как у него идет движение, и ты видишь напрямую, вот не меняется человек, не меняется это. Вот здесь изменилось в человеке, изменилось вот это. И болезни напрямую видишь, на что реагируют. То есть, как изменение в теле ведет к изменению человека, изменение человека ведет к изменению в теле. Вот этот процесс. И вы знаете, из того, что мы заметили, мы сейчас скажем очень такую парадоксальную штуку. В медицине и в науке, и вообще среди убеждений принято, что все определяет работа нашего мозга. Мозг запускает восстановительные процессы. Мозг генерирует какие-то идеи. Мозг, и на мозг выносит соответственность. И любой врач вам скажет, ну как же, это же уже мозг стареет, значит, все, уже восстановления быть не может. Мы в психике открыли, вот благодаря открытым консультациям, благодаря регулярной работе, то, что мы в течение месяца каждый день смотрим тех взрослых, с кем мы работаем, мы открыли одну очень удивительную зависимость. Хочешь, проговори вслух? Потому что она действительно не совпадает с медицинской. То есть, наоборот, клетки тела, все клеточки, они подают сигнал в мозг, перепрограммируется мозг, и потом идет, уже дальше идет передача из мозга в тело. Смотрите, получается, первичный сигнал для восстановления тела, он для мозга будет внешним. Он идет из тела в мозг. То есть, первичен сигнал на уровне клеток. Психика запускает его рассыпью сразу по клеткам тела. Потом собирает мозг, обрабатывает и запускает в обратную сторону. Первична психика для мозга. Первична. И никто сейчас нам не докажет обратного. Мы видим, как восстанавливаются клеточки сердца. Мы видим, как восстанавливаются клеточки мозга. Мы видим, как прорастает новая нейронная связь у детей. И сперва сигнал идет из тела в мозг. Мозг его воспринимает как внешний. То есть, первична права благодействия, да? Да. Психика. Первична психика. Именно. Кто не скажет про первичность материального мира и не вынесет ответственность на мозг. Мозг будет работать в зависимости от того, какие сигналы он получил. А получил он их из тела. А телу послал эти сигналы психика. И мозг это не психика. Мозг это часть психики. Проявленная в физическом теле. Часть. Но не целая. Это знаете, как можно сказать, я частичка Бога. Ни хрена ты Бог. Без вариантов. Вообще без вариантов. Вот это мы сейчас видим, наблюдаем. И это все можно видеть и наблюдать из «Я единого». Это состояние. Это, кстати, еще одна задача наша на следующую книгу на «Иллюзионист». То, что мы уже начали писать. Этот момент, когда мы можем теперь градировать и расписывать то, что в науке называется измененными состояниями сознания. Ну, как только есть измененные, сразу есть изменяющие. Да кто же изменял эти состояния сознания? Ну, прикольно, как вот эти вот косяки такие даже в терминологии научной есть от ума, да? Нет разума. На самом деле есть определенное состояние сознания, именно сознание. И они не измененные, они определенные. И они соответствуют уровню расширения сознания в зависимости от того, насколько система осознает себя. Если она осознает только свой внутренний мир, это одно. Она осознает психику целостной, это другое. Она осознает психику и антипсихику, это третье. Она осознает дальше, дальше, дальше. По слоям дальше проговаривать слух не буду, дабы не рождались легенды и сказки. И каждый раз, когда человек вышел за рамки своей психики и осознает себя «Я единым», есть разные уровни расширения. И вот на каждый уровень есть определенное базовое состояние, которые дают специфические возможности для проявления в психике. И тогда можно будет объяснять, почему что-то мог чудотворец, что-то мог Саровский, кто-то ещё. Это всё психические способности человека, и они тогда находят своё объяснение и подтверждение в зависимости от уровня расширения сознания. А это уже напрямую будет связано с уровнем осознания единства «Я». Это разные уровни. Вот эти все вещи будут расписаны в книге «Инфодайминг. Иллюзионист. Практика». Потому что в зависимости от точки восприятия мы имеем точку создания. То есть мы можем создавать с определенного уровня восприятие «Я единого». А это всё за рамками психики. И это настолько интересно. Вот эти все вещи мы описываем, мы до них дошли. Мы их можем градировать. И это невероятно. Это всё будет следующая книга. И парадоксальное восприятие, я думаю, в течение этой недели уже уйдёт в коррекцию. Мы её заканчиваем. Реально заканчиваем. Парадокс, да? Заканчиваем. Реально заканчиваем. Да. И самое интересное, что я хочу вам сказать, друзья, парадоксальное восприятие книга, «Инфодайминг. Иллюзионист. Практика». Книга «Инфодайминг. Болезни». Книга. Они никогда не будут продаваться в электронном виде. Это наше решение. Они будут продаваться только в бумажном виде. Потому что в электронном виде восприятия у человека другое, не позволяющее воспринимать эту информацию. Хотите, верьте. Хотите, не верьте. Как угодно. Носитель имеет значение. Носитель должен быть материальным. И лучше, когда вы его чувствуете, нюхаете, можете полизать, попробовать на вкус. Можете прочитать слух и услышать. Можете вы ее... Она является проявленной реальностью для вас. И тогда она для вас начинает работать как реальный инструмент проявленной реальности. И вот когда мы дошли до сложных книг, мы поняли, в электронном виде этих книг не будет. Мы уже сразу об этом говорим. Что еще из новинок этой недели у нас? Ну, у нас интересно еще новинка, да? Рассказать. А, да. Нет, я не про нее, ты расскажешь. Я просто скажу. У нас вообще выстраивается уже все как бы... Все новое, да? В понедельник у нас остается наш стрим вопросы-ответы. Кстати, очень много нам дал тоже. Очень-очень много. У нас выстраивается именно вот уже даже система. Вторник, среда у нас открытая, консультации. Четверг мы подбираем хвосты, которые мы не доработали за те дни, когда мы вынуждены вот заниматься этой работой. И у нас есть пробел. И мы отдаем четверг на консультационную работу. И на закрытие этих хвостов, включая административных, каких-то там финансовых, бухгалтерских и так далее. Это четверг. Пятница у нас опять-таки работа. Плюс по пятницам мы будем вести непредсказуемый формат. А суббота-воскресенье у нас разгрузочные дни. Мы с семьей. Без вариантов. Мы с семьей. Поэтому в Инстаграме вы можете видеть, как наши мужья мылят задние пятые точки, как наши дети катаются и визжают в речке. Заметьте, вот опять-таки абсолютно все без понтов. Я вчера наблюдала, вот как отдыхают наши семьи. Во-первых, мы уезжаем в глухие места, чтобы никого рядом не было. Это один момент. То есть встретить нас там на публичном пляжу практически невозможно. Во-вторых, мы же реально в единстве с природой, в гармонии абсолютно, в порядке. Там, где нету... Вот представь, Максима Галкина или Алла Пугачева, мылящая себе мылом задницу и снимающая это в Инстаграм. Наверное, это нереально, да? Не знаю. Ну, может быть, когда вот тоже сознание человека меняется. Потому что есть важность, есть эго, есть еще что-то, есть социальные ограничения. А здесь нет, есть чувство. Есть чувство и гармония с природой. В этой гармонии с природой... Да, свобода, я бы сказала. Свобода. Тебе хочется нырнуть в эту реку, тебе хочется, а песок тебе дерет задницу. Почему не намылить? И это кайф. Это, конечно, не исключает то, что ты там потом сходишь, поплаваешь в бибяжи или в этот фристайл куда-нибудь. Но вот в данный момент, когда ты с семьей, когда ты на природе, ты кайфуешь, кайфуешь от всего, что тебя окружает. И мы открываем каждый раз новые уголки Беларуси. У нас невероятно красивая страна. У нас невероятно красивые реки. Они разные. Хочешь реку с прозрачной белой водой, хочешь реку с прозрачной желтой водой, хочешь реку с прозрачной красной водой, как вчера. Да, это же невероятно. И вот, кстати, вчера, когда вернулись уже с купаний, первый раз, когда я не чувствовала, что вот от воды обычно остается такой вот осадок, который хочется смыть, да, от речной воды. А здесь вот этого осадка не было. Ты чувствовал, что у тебя тело такое чистая вода, просто кристально чистая была. При всем том, что она окрашена была вот этим торфяным оттенком красным. Вот. Но это особенности белорусской природы, это особенности красоты, это особенности лесов. Леса, какие красивые. Там дубрава, какая невероятная, старые дубы, просто оберезовая ручка, как вы ехали. Какая красота. Просто беленькие березки. Ты едешь вот среди берез. А это лужа, жарища, стоишь 35 градусов, да, и песок, и в песке стоит огромная лужа. И ты думаешь, как она не могла высохнуть, а эта речка течет. Ты через речку переезжаешь. Невероятно. Переезжаешь. Переезжаешь по речке. Но она кажется лужей, потому что это ручьи, это родники бьют. Это родники. Здесь кристальная чистая вода, здесь кристальное чистое сознание, здесь, поэтому вот с Белой Руси начинается возрождение сознания у людей. С Белой Руси, потому что это невероятная природа, это невероятная красота, это невероятная чистота, и мне это очень круто нравится. И ты ушла, и возвращаемся к пятнице. И возвращаемся. Что у нас ждет, то, что было вчера. Да, а в пятницу нас ждет новый непредсказуемый формат. Мы когда-то говорили, пообещали, что мы в непредсказуемом формате дадим тему аутизма. И мы думали, как лучше ее дать в непредсказуемом формате с Ириной, и вдруг нам пришла идея. Вы знаете, когда смотрят наши фильмы, под фильмами иногда пишут комментарии, это все подставные мамы, это все подставные фигуры, этого не может быть. Типа, если ребенок в аутизме, вывести его невозможно. И 30 фильмов иногда люди дискредитируют одним рощерком пера, говорят, что это невозможно, потому что мы посадили подставных мам, и эти мамы вот там рассказывали про своего ребенка, что этого не может быть. И мы решили обратиться к двум белорусским мамам. Белорусским. Причем по воле случая одна из них живет поблизости, другая живет в Минске. И мы просто пригласили их к нам в студию. Одна уже дала ответ, она сказала, что приедет и начнет с обнимашек. Вторая еще не дала ответ, но я думаю, что она тоже даст ответ. И мы просто взяли двоих человек, просто большего количества мы в студии не выдержим, да, там не такое большое помещение. Да и не стоит пока. И не стоит, да. И вот с мамами и с нами вы сможете поговорить, мы дадим развернутые ответы про аутизм. И в частности, мне бы очень хотелось в пятницу пройти по папам. Вот. И мы не случайно именно этих мам выбрали. Вот. Потому что апа-папам, 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 пройдем. Так что, если вам интересен непредсказуемый формат, наш, пожалуйста, подключайтесь в пятницу. И это подключение начнется раньше. Это будет открытый наш стрим. Он будет идти с Ютуба, с канала Натальи Зайцевой. На Ютуб можно попасть легко. Заходите на сайт «Пупа», и там висит ссылка на переход на канал прямо на главной странице. То есть, все наши каналы в открытом доступе. Можно перейти, попасть и подключиться. Можно задать вопросы. В первую очередь, как всегда, вопросы будут идти за благодарности через сайт «сабришинсубретион.ком». И потом те вопросы, которые будут звучать в прямом эфире и получение ответов. Работать с детьми в прямом эфире мы не будем. Но мамам мы покажем, где, в чем и в косяки, когда мама или папа не принимает своего ребенка, а ребенок отражает им их и их аутизм. Либо умственное отставание, либо, либо, либо. И будет он в 19? В 19 часов будет. Будет на час раньше. Почему на час раньше? Потому что все-таки мамы могут приехать с детьми, и детям надо все-таки в 9 часов или до 10 часов лечь спать за светло. Чтобы было раньше время, то есть мы немножко позаботились в данном случае о мамах, чтобы им было комфортнее. Если вам интересен этот формат, подключайтесь к нам в пятницу. И с пятницы мы будем такие форматы проводить. В дальнейшем мы посмотрим, по каким заболеваниям мы еще добавим. но так как у нас базовые, большие наработки с аутизмом, то мы вот в такой формат выпустили аутизм и с реальными людьми, с реальными персонажами. Вы можете задавать им вопросы, вы будете видеть их детей, вы будете видеть, есть ли у их детей аутизм. И на самом деле те, кто под роликами написал слова, что это подставные, да, человек, люди, эти люди лишили сами себя возможностей, шансов, возможностей, лишили сами себя, тут у них появляется еще один шанс. это значит, сами люди в жизни привыкли подставлять, полгать, выкручиваться. Они живут в мире, где для них это норма. Они видят эту норму в отражении. Это же их отражение, да. И у них появляется второй шанс. Вот оно. Ты посмотри, как бы. Обычно мы второго шанса не знаем. А здесь будет второй шанс. Обычно, ты знаешь, но ведь мы даже не думали про это. Нет, не думали. А получается, смотри, сейчас второй шанс появляется. И заметь, мы всегда работали с иностранцами, мы работали с США, с Канадой, с Россией, с Казахстаном, с Узбекистаном, с Сингапуром, там, возле Бразилии, остров Аргентины и так далее. У нас очень много стран, где мы работали, с кем мы работали. Мне всегда казалось, что у нас практически нет белорусов. А когда касается результатов, то получается с белорусами результаты самые быстрые. А знаете, почему самые быстрые? больные места наших людей. И бьем сразу в яблочко. Мы видим самые больные места. И мы видим, что если наши соседи, наши граждане, наши в принципе украинцев, россиян, я тоже считаю нашими гражданами, потому что у нас менталитет очень-очень близкий. Мы видим вот эти болезненные точки, мы видим, если человек схватился за последнюю соломинку, которая даст ему возможность выйти в здоровую жизнь, он прям зубами вгрызается в нее, и он сделает все для этого. Да. И даже через боль. И дальше мы просто смотрим устойчивость всей системы семьи, чтобы семья выдержала вот эту нагрузку трансформационную. И мы понимаем, что вот когда мы делаем быстро через боль выдвигаем человека на другой уровень расширения сознания, человек быстро осознает, меняется, он быстро приходит к счастью. Если человеку вот человек этой боли не чувствует, если ты более лояльно относишься, если ты ну где-то даже жалеешь человека, то есть сейчас мы редко это чувство испытываем, только когда система нестабильна, тогда смотришь. А раньше мы жалели иногда людей, и вот там, где есть жалость, там результат уплывает, растягивается во времени. На самом деле вот это прям сейчас если так покалывать, да, просто покалывать, чтобы не больно делать, то мячик или что-нибудь, оно как бы сжимается, сжимается, уплотняется, да, как бы скукоживается. А если ты яблочко прямо в центр, то есть вероятность, поэтому я про боль говорю. Так опять-таки про боль. Если тебе надо сделать инъекцию, укол, а ты стоишь и тыкаешь, колешь, 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 но не прокалываешь, не водишь. Это муки. Это муки называется. И человек мучается, а при этом лечении не наступает, выздоровление не наступает. А когда ты яблочко, то это как пластырь снять одним махом. Да, и все. И дальше восстановление, и все. И человек идет в здоровую жизнь. И, кстати, заметь, вот особенно в формате открытой консультации, те, кто присутствовал, те, кто работал, знают, что именно этот формат дает двойной выхлоп. Да. Двойной. Первое, ты действительно, вдруг широко раскрыв глаза, просто охреневаешь от того, что можно человеку так в лоб говорить правду. И ты охреневаешь от того, какая это правда. И второе, в тот момент, когда ты охренел, в этот момент в тебе запускается такой же процесс осознания, и твое подсознание говорит, фу, мне больше не надо на эту тему тебе причинять боль. Наконец-то, да. Наконец-то до тебя дошло. Пускай на примере другого человека. И вот этот момент, он возможен только при работе с единого сознания, с единого я. Только осознав вот эту точку, вот это возможно. Поэтому мы запустили этот формат тогда, когда мы эти вещи стали осознавать сами. Вот. И это все возможно только из любви, потому что первая точка единого сознания это я и любовь. И на самом деле вот этот формат, он только набирает обороты, потому что, смотри, один, два, висит очень много. Так дело, смотри, а суть-то в том, что, смотри, один раз, второй раз человек пришел, третий, смотри, это практически то же самое, как мы работали с людьми, очищая себя. Вот так это возможность человеку самому находясь очищаться. То есть, закрывать игры в себе. Подсознание, да, подсознание, оно закрывает игру тогда, когда есть осознание. Пришли осознания, вот как у нас на работе. Ну, понимаешь, для этого надо уже иметь развитое сознание, чтобы вообще до этого допереть, потому что для этого надо осознавать единство всего, единство. А если человек считает себя отделенным, а Бога вынесенным, Бог где-то там, а я отделен от него, то о каком единстве вообще идет речь? Он вообще ответственно вынес на Бога. Знаешь, я сегодня разговаривала с очень хорошим человеком, просто удивительная женщина, и она все время говорила о Боге. И она рассказывала свою жизненную историю, как она вымолила дочь у Бога, и как она ухаживала за дочерью. Дочь поднялась, ходит, восстановилась после аварии. Так вот, я слушала ее, и она все, я читала, я читала там Новый Завет, я вот это, вот это, она вся в религии, и я не мешала ей быть в религии, но я видела, на самом деле, вот процесс осознания у нее шел через Новый Завет, потому что она очень много читала. А ответственность за результат она подарила вынесенному Богу. я хотела сказать, А на самом деле это она своими извинениями, сознаниями она вытянала дочку. То есть она не осознала свою силу, что это она не взяла на себя эту ответственность, не позволила себе получить результат своей работы, она вынесла это на Бога, то есть она осталась недостойной этого результата, а на самом деле это она полностью, она вымолила дочку, это она полностью осознала, проработала себя через это и закрыла вот этот момент. Причем искренне получается, получается искренне. То есть Вера в данном случае для нее сработала искренне, потому что человек искренне любил дочь. Видите, разные заходы есть. Через религию тоже можно зайти, но при этом все равно потом будет точка, когда ты соединишь себя с Богом, по-другому не будет. Когда ты осознаешь, что я есть Бог, я тот Бог, который все дал. Без искренности. С искренностью и через Бога зайти можно, через религию, да, то есть через религию. Но везде суть это искренность, искренность самим с собой. И ты по итогу все равно, как ты и говоришь, по итогу ты все равно в конце ты придешь к самому. В конце ты придешь к самому себе. Перед смертью. Перед смертью ты будешь смотреть и вот все, что ты вынес там, будешь думать, блин, надо соединять. И следующая жизнь вот она, предстал перед самим собой. Предстал перед самим собой. В следующей жизни ты будешь соединять я себя и я Бога, да, да, да. Приходя к единому сознанию через любовь. Ну, и это тоже трансформационный путь. На самом деле это игра и следующий уровень игры он уже предопределен. Вот он, не Бог вам предопределил, вы предопределили тем, что вы делаете. Это очевидные вещи, да, то есть когда ты вот с позиции единого сознания смотришь, ты сразу видишь, вот видишь, вот где твой косяк, вот где твой косяк. Это очевидная вещь. Вот, поэтому у нас будет в пятницу непредсказуемый формат. По вторникам, средам мы продолжаем ставить открытые консультации и в конце месяца у нас уже запустится вторая консультация. У нас же две их, да, помните? И первая у нас, получается, будет идти новая с 18 часов, а вторая у нас будет повторная. Ну, не повторная. Да, а та консультация у нас будет идти с 17 или даже, наверное, с 16, мы посмотрим по расписанию там как, или с 17 и 19, наверное, с 17 и 19 у нас будет. Да? Да. То есть у нас мы на консультацию отводим 2 часа, хотя фактически она должна идти час, но мы там отвечаем на вопросы. То есть если есть вопросы, мы на них отвечаем и получается, что больше. То есть там сейчас в расписании стоит с 17 часов, так и будет идти. сперва будет идти повторная, а потом будет идти первая новая. Но все равно это будет вторник-среда, мы берем только две в неделю и больше мы брать пока не будем. И те, кто нам присылают заявку, ждите, когда вы появитесь в расписании, в вашем кабинете загорится табличка, что вы присоединены на такую-то дату к такому-то мероприятию. Это будет ваше мероприятие, потому что заявок много, мы даже вот по тему, у нас вот эта неделя, например, будет слуховая. У нас вот во вторник-среде... А интересно у нас так распределяется, интересно. Ну да, распределяется. У нас на этой неделе слух, у нас на этой неделе там как раз и аритмия, и тахикардия, и потеря слуха с возрастом, 84 года. И у нас вторая будет тоже с вопросами по слуху. То есть вот у нас две консультации на этой неделе, очень интересная проблематика слух с разных точек, разные люди. И опять-таки продолжение темы сердца. Потому что тема сердца, вы уже заметили, она абсолютно неповторяема у людей. Казалось бы, ну как это там симптоматика одна и та же, лекарства мы пьем одни и те же. А почему они тогда не помогают, если вы их пьете, если они вас не вылечивают? Потому что вглубь никто не лазил, в психике никто не убирал. Сперва надо научиться наводить порядок. И вообще, я сейчас осознаю, насколько важно для человечества прийти к инфодайвингу. Смотри, когда-то к человечеству важно было прийти к тому, что гигиене, мыть руки. Просто мыть руки. Вот того мужика, который заставил студентов мыть руки после вскрытия трупов, они шли принимать роды у женщин. И была очень высокая смертность от родов. И за вот эту процедуру мыть руки, его же потом лечили электрическим стулом. Это было 150 лет назад. Господа, гигиена вошла в ваш материальный мир 150 лет назад. Вот оно. А гигиену психики кто вводил? Почему никто не учил мыть психику? Вообще, по идее, вот под это дело должна была и работать религия. Но она этим делом не занимается. Она превратилась в бизнес. Но изначально она должна была Изначально она должна вообще выходила именно религия должна была держать в чистоте, в искренности, в чистоте, в святую. Ну, то есть, это и задача ее была, но она ушла, отошла от нее. Да. Задумка была правильная, хорошая. Вот даже на примере вот этой женщины, которая отмолила, считает, что отмолила Бога дочку. Это вот пример на самом деле. Ну, то есть, оставалось только разделение я, не я, и дальше вот этот промежуток схлопнуть через зеркало. Это уже путь в развитие. Но это путь в развитие на определенном этапе развития общества. На нынешнем этапе это уже путь в деградацию. А фактически, если брать, ну, вот реально, гигиена входила 1800, там, какой, 46-й или 48-й год, его там замучили электрическим током. Это совсем недавно. Ну, вот она, невероятно, вполне возможно, но пусть будет так, да, пока. Ну, поэтому, да, история переписывается многообразно. В любом случае, к гигиене психической пока никто не приводил. И на сегодняшний день об этом мы говорим открыто о том, что надо чистить психику, надо чистить свое подсознание, надо убирать те залежи, что вы нагадили через благодарность, через любовь, через расширение сознания. Но никуда без этого не деться. И на открытых консультациях вы можете конкретно познакомиться с конкретной работой и заодно почистить себя во время этой работы. Еще очень интересный вопрос сегодня пришел. Я там, вот, была на курсе, вот пытаюсь погрузиться. Вот это, вот это у меня не получилось. Давайте я приеду к вам и вот у меня тогда может получиться. Ребят, мы когда читаем эти вот сообщения, мы с Ириной постоянно смеемся. Мы, ну, вот я буду говорить за себя. Я посвятила этому плотно, ну, уже сколько лет, не знаю, много, ну, 13-14-15 лет, да, наверное, с 2007 года я не вылажу с этих практик, не вылажу с психотехник, просто фактически этим живу. Это ежедневные тренировки, ежедневная работа. Это привязано к результатам, это привязано к работе с людьми, это постоянная работа над собой, это постоянное осознание, когда ты видишь, мне надо измениться здесь, 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 мне надо отработать, здесь что-то мешает, вот это надо убрать в себе. Здесь силовой ресурс, здесь надо проявиться наоборот и так далее. Ну, здесь действительно искренний интерес. Искренний интерес. И вот смотрите, и приходит человек, который говорит, я там купил курс, я там вот это сделал, а у меня вот это не получилось, сделайте за меня. Ну, знаете, как это выглядит? Это то же самое, что если человек решает заниматься спортом, приходит к тренеру и говорит, я хочу быть спортсменом известным, я хочу быть, побеждать на Олимпиадах. И начинает заниматься. И там пару раз дернулся и говорит, мне не получается, а я хочу, можно я к вам приду, а вы мне покажете пару, или сделайте, или вы мне покажете, как надо сделать, чтобы я стал сразу олимпийским чемпионом. Вот это вот об этом. Инфодайинг – это самый крутой чемпионат мира, это самая крутая олимпийская победа. Инфодайинг – это победа над собой ленивым, недоразвитым, над собой отвергнутым, над собой ненужным, над собой нелюбимым, некрасивым, с телом, которое не устраивает, с жизнью, которое не устраивает, с адом и так далее. Вот это победа над этим. Победа над собой лживым. Над собой лживым. Над ленивым и лживым, да, с собой. Ту часть, которая отрицается, отвергается, именно… Победа над «не я», когда осознание идёт «я единого». Это про целостность и даже переход парадоксального восприятия к целостному восприятию – это очень большой переход. И он очень тяжело даётся даже просто осознать эти моменты и понять, потому что программа «Ума» не может уже двойственность воспринимать. И здесь человека начинает кидать, штормить, и он начинает много фантазировать, придумывать. И этот этап тоже трансформационный надо пройти для того, чтобы прийти к искренности с собой. Вот это всё про инфодайвинг. Мы этот путь полностью показали, мы его описываем в книгах, мы о нём говорим. и хотите проходить, проходите, не хотите, не проходите. Тоже недавно был интересный звонок такой, с другой планеты. Я просто не привыкла общаться с такими людьми, когда «Расскажите мне, я не буду читать в интернете, я не буду знакомиться, а вы мне должны всё это рассказать, так как я клиентка и буду вам платить деньги». Вот обслужите меня, да, в поликлинику, пожалуйста. Искренне. Там обслужат. Там обслужат, потому что так положено по закону. А у нас всё сами. Потому что это вам надо быть здоровым, это вам надо быть счастливым, это вам надо, никому-то надо, это вам надо, да. Поэтому подходы в инфодайвинге начинаются всё с себя. У нас всё люди делают сами. Хочешь тренироваться, тренируйся, не хочешь, не тренируйся. Это твой выбор, твоя жизнь. Кто-то занимается спортом, кого-то устраивает инвалидность, и все люди разные. А кто-то, будучи в инвалидной коляске, ездит на Олимпиады, на Паралимпийские. Мы все разные. Это выбор человека, как он будет жить. И, кстати, на эту тему тоже провокационный ролик записали на этой неделе, когда я задала вопрос. Вот если вы будете видеть, если вы будете видеть, что человек болен, смертельно болен, что у него случится скоро, например, инфаркт или инсульт, если у него уже есть заболевание, о котором он не знает. и вы видите, что это заболевание может не прийти в его жизнь, если он изменится. Будете ли вы ему навязывать свои взгляды и пытаться его изменить за него? Или вы позволите человеку прожить его выбор? Ведь в конце концов он сам выбирает, в каком говне ему сидеть. Сам. Нравится ему такая игра? Пускай играет. А если вы лезете, то о какой свободе выбора вы говорите? Тогда же вы за него выбрали, а он этого не выбирал. Можете здесь тоже писать свои мысли. Спасибо тем, кто пишет там под роликом. На самом деле там очень много моментов, которые заставляют вот тех, кто там читает, задуматься. И самое интересное, что вот в комментариях, я читаю все комментарии, в комментариях у людей поднимаются старые истории, которые не завершены, на которые требуется ручка, бумага и сесть, осознать, простить и отпустить. И видите, даже этот ролик уже поднял в вас тот пласт, который не отпущен, а его надо завершить. Поэтому, если под этим роликом тоже будут такие же комментарии, пишите, пишите, как бы вы поступили. Будете ли вы спасать человека или вы уже считаете, что этот мир спасен? Все просто вообще на самом деле. Все абсолютно, все просто. Усложняем лишь только мы сами, люди, человеки. Смотрите, даже слова, вот опять-таки интересно, да, сложно, сложью. Просто, прямая ось можно. Вот даже слова, прямая ось, просто ось. и сегодня мы с вами встретимся в 18 часов опять на стриме вопрос-ответ. Мы будем тренироваться, отвечая на ваши вопросы. Нам это доставляет удовольствие, на самом деле. И чем дальше, тем больше. Потому что по обратной связи, которую мы получаем, мы видим, что практически в 100% случаев мы имеем благодарность и мы имеем действительно разворот той истории, которую человек не видел. и мы ему помогли взглянуть на свою жизнь по-другому и пошли изменения сразу. Кстати, вот интересную тему тоже прислал вчера человек. Прислал фотографии, написал, что там ударился сильно, там все текло. И я ему ответила, что да, там перелом, но перелом сразу перетянули в трещину и фотографии он вчера написал, что за сутки упала опухоль и ушла боль. Все, мы уходим плавно трещина, которая заживет сама без фиксации гипсом. А можно даже в уши так плавненько хуже перекатывается все и все нормально. Это сознание человека. Это сознание человека, ребята. Это настолько невероятные вещи. если вы это осознаете, ну так делайте это. И поэтому вот этот режим тренировок у нас он продолжает в таком варианте быть. И в 18 часов сегодня будет стрим, подключайтесь. А в 20 часов у нас сегодня будет классное мероприятие. У нас сегодня будет коллективное погружение, которое называется оздоровительное. Кстати, мы уже давно не давали коллективных погружений. Как-то все лекции, лекции, лекции. Это коллективное погружение для того, чтобы держать тело в порядке, для того, чтобы держать жизненный тонус в порядке. То есть это будет опять-таки настроечное погружение, которое поможет звенеть и находиться в состояниях, не разрушающих ваше физическое тело. И тем, кто утопает в своих собственных бульках, это останется в записи для того, чтобы в дальнейшем хотя бы таким образом держать голову на плаву, чтобы не захлебнуться. Не уйти под воду. Да ладно, если бы это вода была. Ну да. Не та вода, которая родниковая. Итак, сегодня у нас будет коллективное погружение формата здоровительный. Кому интересно поработать с собой, своим телом, своей психикой и почистить себя, подключайтесь. это будет в 20 часов. И работу мы ведем с платформы Сабришинсу бретион.ком Заходите, выбирайте и подключайтесь. И еще расскажи, мы планируем новое. Готовим. Это что, я уже забыла, что вы забыли? Акономимное. А, точно, точно. Ребята, у нас появилась новая тема. Дело в том, что появился новый запрос к нам на работу от людей, которые очень боятся афиширования своих имен, что они взаимодействуют с нами. Ребята, мы вас понимаем, мы вас очень не понимаем, потому что когда вы прятались просто за своих жен, и ваши жены-пушки заряженные вынуждены были нам рассказывать о вас, типа, ну, сперва не знаете, потом, типа, одобряете, а потом, типа, сопите, мычите и не знаете, что делать, дабы даже имя с карточки нигде не проскочило, мы решили все-таки озадачить наших программистов и у нас началась работа, я думаю, что в течение недели она подойдет к завершению, у нас возможен будет формат анонимной работы, то есть нам вообще без разницы, как вас зовут и как ваша фамилия, когда вы пишете заявку, вы свое сознание оставляете в этой заявке, нам важно, чтобы это было написано вами, искренне, вот вы написали, мы вас знаем, мы знаем, кто это писал, вы описали, написали, да, и нам не важно, для нас вы будете Васей Пупкиным, вот, мы Вас видим, мы Вас знаем, и мы начинаем работу с Вами по той проблеме, которую Вы заявляете, у Вас будет возможность заказать анонимно, и у Вас будет возможность не работать с нами по телефону, в чате и так далее, коль Вы не хотите этих вот, но в тот момент, когда Вам надо будет продолжение диалога, Вы будете делать следующий шаг, следующий, следующий сами по своему выбору, то есть Вы в данном случае определяете сами, помогли мы Вам, не помогли, помогли в чем, насколько помогли и так далее, то есть ответственность на Вас, это Ваша жизнь, и Вы выбрали такой формат работы, когда Вы ведете с нами вот такую анонимную игру, и Вы в ней хотите иметь результат, да, мы с Вами так работать будем, и опять-таки Вы тогда сможете оставлять благодарность и точно так же анонимно это все будет прописано на сабришине subretion.com ну вот, это тот формат, который позволит нам работать с другим контингентом людей, которые уже есть, и которые пока прятались за своих жен, дабы Вы не прятались, Вы можете работать напрямую в течение недели, это появится, нам говорили, что это будет согласовано, уже прописано, и Вы будете видеть, как будет осуществляться взаимодействие, то есть транзакцию Вы сможете сделать, заказать и взаимодействовать с нами по мере своей собственной готовности. Интересно. Да. Ну, если люди просят. на самом деле, да, потому что мы понимаем, что есть такие люди, которые в силу многих обстоятельств не хотят открывать свое имя. Поэтому вот решили попробовать. Я думаю, что получится. у наших, нам-то без разницы, имя абсолютно, для нас не важно, для нас важно, для меня важно, чтобы программисты смогли это написать. Вот, когда ты говоришь, получится, чтобы программисты это написать, потому что у нас идет через систему БИП, а там карточка фиксируется. Вот сейчас этот вопрос решается. А для нас на самом деле имя ваше абсолютно, ни фамилия, ни имя, ничего. Вот, вы написали заявку, вы описали искренне, вот для нас это основание для работы. Поэтому как только, ну, ребята сказали, что есть решение программное для этого дела, они там конкретно занимались неделю подготовкой этого вопроса, они сказали, что где-то еще им надо неделя, и это появится на сайте, поэтому те, кто этого дела ждал, ради Бога. Я знаю, что в громких случаях, особенно когда там люди перед смертью находятся, или вот в состоянии инсульта находятся, или в состоянии инфаркта и так далее, вот эти моменты тяжелые, когда человек не знает, чем это закончится, и при этом зачастую это известные люди, все понимаем, все видим, но опять-таки здесь ответственность 100% изначально ваша, то есть вы беретесь за то, что вы втекаете в эту информацию, или, например, вы заказываете своему родителю какому-то известному, и вы понимаете, что вы потом будете обеспечивать ему медицинское обслуживание, вы будете обеспечивать ему сопровождение, то есть мы-то зафиксировать человека в этой жизни можем, мы сейчас очень много чего можем, но ответственность полностью на лице, который пошел под грифом анонимно, но это и возможность, это возможность есть у вас, а там дальше как оно уже повернется, это уже повернется. Нам интересно тренироваться, потому что вот на стримах, когда мы тренируемся с анонимными, нам же без разницы есть имя или нет, вообще без разницы. И даже иногда бывает, иногда какие-то нюансы, но если нет, то и нет. Но даже вот с больными детьми, когда нам надо было, например, отец, а отец или скрывалось полностью, без разницы. Без разницы. Все равно ребенок это его наследие, никаких вопросов. У каждого ребенка есть отец и мать. И если есть ребенок, то... Ну это если ребенок, точно так же, через болезнь, через заявку. Всегда вот эти цепочки, вы не можете их разорвать, они уже есть, это как ткань, вот эта ниточка в ткани уже есть, и она проявлена, вы ее никуда не выкинете. Поэтому вот это полотно жизни, мы с ним, ну, в наших возможностях это уже есть. Да. Итак, на сегодня все. До встречи. Сегодня 18 часов на стриме. И сегодня у нас еще и потом 8 часов. Коллективное погружение оздоровительное. Мы же про него уже рассказали. Те, кто хотят здоровое тело, те, кто хотят присоединиться, вообще потренироваться с нами, погружаться, у вас есть возможность. Каждый понедельник в 20 часов у нас либо лекция, либо погружение, либо практику. Мы, кстати, тоже давно уже не ставили, но пока 2 часа в понедельник в такую жару работать, блин, с людьми тяжеловато будет. А скоро, кстати, курс офигенный. Ну ладно. Там мы придем, там дождь пойдет. Вот когда будет курс, три дня будут идти дождь. До встречи, друзья. До встречи.